Во Владимирской области теперь можно стать онлайн-посетителем библиотек. Это значит, что читать книги, регистрироваться, получать научную литературу стало доступным и без посещения читальных залов. Книжные базы такие, как Литрес, или, например, университетская библиотека онлайн, или национальная детская библиотека. То есть открыто максимально все книжные ресурсы. Есть замечательный наш областной ресурс, называющийся «Земля Владимирская». Это большой массив данных, в том числе с уникальной краеведческой литературой. Он также полностью открыт для посещения. Также на сайте можно ознакомиться с электронным каталогом или воспользоваться услугой электронной доставки документов. Для тех, кто занимается научной работой, здесь могут подобрать необходимую литературу. Услуга «Спроси библиотекаря». Несмотря на то, что библиотека закрыта для посещения, здесь не планируют прекращать встречи с творческой интеллигенцией. Уже стартовал новый проект «Встреча в научной библиотеке онлайн». 26 марта смотрите на сайте библиотеки или в группе ВКонтакте областной научной библиотеки «Литературный вечер» члена Союза писателей России, нашего Владимирского поэта Вадима Львовича Забабашкина. Надежда Сметанкина – постоянный посетитель библиотеки. Ее очень огорчает, что сейчас нельзя получить в руки живые книги, которые она привыкла читать. Но нет худа без добра. Может быть, какие-то вещи, которые раньше я не замечала, я наконец-то заметила. Проекты очень интересные у библиотеки. Есть такой проект, точно, наверное, не назову. «Ускользающий облик Владимира», по-моему. Там столько всего я замечательного, интересного нашла, нового для себя, неизвестного. Я думаю, что мои гости будут очень довольны моими экскурсиями. Новый режим работы библиотек, театров и музеев подружат с интернетом многих людей старшего поколения. И эти знания пригодятся еще не один год. Олег Афанасьев, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.